Сейчас поговорим о контейнере UserMeta, который позволяет размещать мета-поля на странице добавления и редактирования учетной записи пользователя. Кстати, меня зовут Дмитрий, канал WPLUS, и мы все еще говорим о плагине CabanFields. И сразу немножечко теории. Для каждого пользователя сохраняются данные отдельно. Механизм работает на основе WordPress функции Add UserMeta, то есть данные сохраняются в таблице UserMeta и могут быть получены также WordPress функции Get UserMeta, кроме значений комплексных полей. Это будет затруднительно. Но у CabanFields для получения значений данного вида данных есть свои функции, но о них в конце урока. Как и в предыдущих уроках, я в файле темы Function.php подключаю пользовательский файл, где буду описывать свой контейнер. Называл я его UserMeta.php. Соответственно, в пользовательском файле я должен указать пространство имен. Без этого никуда. А теперь вызываю привычный нам класс Container, метод Make, в котором, соответственно, передаю тип контейнера, то есть UserMeta, и называю его настройки аккаунта. И куда же без полей? Вызываю метод AddFields, куда передаю массив простых полей. Текстовое поле Work, кем работаешь, и область текста, TextArray, AboutWork. И подписываю его, что делаешь. В принципе, это то, что вы видели в начале урока, когда я заполнял. Всего два поля, которые наглядно демонстрируют, что поля вполне себе легко добавлять на страницу редактирования или добавления пользователей. В целом, это основной рецепт приготовления контейнера UserMeta, который я сейчас приправлю субъективными вставками. Так что, если я буду не прав, поправьте меня в комментариях. Вы уже видели контейнер у этого пользователя. И это админ. На сайте еще есть один пользователь, обычный подписчик. Зайду под его учеткой в другом браузере, и у него никаких полей не отображается. Такс, возвращаюсь к учетке админа, иду в профиль второго пользователя. Опа, контейнер есть. По итогу, заполнять поля может только админ. Но, как по мне, толку-то от таких полей. Чисто делать админские какие-то заметки о пользователях, типа вот хороший, а вот плохой. Чтобы не забыть потом. В поисках правды заглядываю под капот CarbonFields и вижу условия, в котором проверяются права пользователя. Если пользователь не имеет права редактировать страницы других пользователей, то не показывать контейнер. А наш подписчик такого права не имеет соответственно. Давайте сотрем условия и проверим. Отлично. Контейнер теперь доступен. Попробую зайти в админку на страницу с таким адресом. Не могу. Ведь я не могу редактировать другие анкеты. Я просто подписчик, и движок за этим следит. Так зачем было делать такое ограничение? Я пока не понимаю. Я все вернул на место. Так как редактировать код оригинала не вижу смысла. Потом лучше наследую класс контейнера, то есть создам новый контейнер, а уж там внесу нужные исправления. Данные штуки-дрыки мы изучим в других уроках, когда будем говорить о расширяемости кабанфилд. А сейчас еще помутузим данный контейнер, у которого есть один метод. Имя этого метода showOnUserRoll, который принимает всего один аргумент. И этот аргумент роль пользователей или массив ролей. Указав это, мы сообщаем контейнеру, у какого пользователя отображать контейнер, а у какого нет. По умолчанию он показывается всем пользователям. Естественно, учитывая ту особенность, о которой я говорил до этого. К примеру, напишем роль editor. То есть прикажем нашему контейнеру отображаться только у пользователей, которые являются редакторами на сайте. Проверим. Для этого зайдем на страницу добавления нового пользователя. Контейнера нет. А был, помните? Первый баг виден сразу. Контейнера нет, а заголовок есть. Ладно, теперь в выпадающем списке из ролей выберу редактор. И, о чудо, контейнер появился. Эта магия, показа и скрытия, подвластна джаваскрипту. Но магия не идеальная. В данном случае демонстрирую. Вместо editor впишу сабскрайба. То есть подписчик. Идем проверять. И наряду к озвученному выше багу добавляется новый. При загрузке страницы по умолчанию уже стоит подписчик. А контейнера нет. Ну как так? Где наша не пропадала? Выбираем что-нибудь другое, а затем снова подписчик. А вот теперь нормалек. Добавлять третьего пользователя не буду. Просто перейду в свой профиль админа. Контейнера нет. О нем только тонко намекает забагованный заголовок. Что контейнер где-то все же есть. В его поисках иду ко второму пользователю. Нашему подписчику. И тут все как надо. Хух. Хоть с этим он все хорошо. В общем хватит о грустном. Пошли весело сохраненные значения выводить. Для вывода значений полей данного контейнера используется функция carbon get user meta. Которая принимает три аргумента. Это user id пользователя, name имя поля, type тип поля. Указываем комплекс, если это поле комплексное. О них мы будем говорить в других уроках. У нас поля обычные, потому третий аргумент вообще не передаем. Зная id пользователя и указав имя нужного поля, получим значение. То есть, имея на руках эти данные, можем получить сохраненные значения в любой области сайта. Это относится как к темам, так и плагинам. Для простоты буду получать значения в теме, а именно на странице пользователя. Нахожу шаблон, отвечающий за вывод странички автора. В моем случае это архив php. В такой странице id пользователя легко можно получить с помощью WordPress функции get the also meta с переданным аргументом id. Кабан get user meta возвращает результат. А нам его надо вывести на экран, потому дописываем echo, а также передаем функции id пользователя, имя поля, которое мы указали при его создании. Ну и все. Вывод значений первого поля готов. Делаем то же самое для второго. И проверяем результат. Пожалуйста. Как видите, ничего сложного нет. Как и в случае с контейнером postmeta, после сохранения данных пользователя вызывается хук carbon autosave user meta, который позволяет производить любые операции после того, как данные были сохранены. В вызываемую функцию передается переменная user id, содержащая, соответственно, id пользователя. Больше про этот контейнер мне рассказать нечего, но крайне советую теперь открыть описание к ролику и перейти по ссылке на переведенную документацию, так как она редактируется на основе ваших замечаний и предложений. Потому там может быть что-то новенькое. Ну что, друг, лайк, небольшой перекур и поехали смотреть следующий урок о Carbon Field. В общем, буду ждать тебя там.